Минулший год стал большим испытанием для службы скорой помощи. Только по Черкесску за 2020 год в скорую медицинскую помощь поступило около 119 тысяч звонков. А еще по линии медицины катастроф – 1311 вызовов. Специалисты бригады скорой помощи – это опытные врачи, фельдшеры и водители, на счету которых тысячи спасенных жизней. О буднях людей, которые каждый день совершают подвиг в специальном репортаже Аллы Динаевой. Скорая Черкесск. Здравствуйте. Внимательно и спокойно диспетчеры принимают звонки от людей, которым понадобилась срочная медицинская помощь. Этаж какой? Толоком у нас есть? Фамилия больного как? Это мозг Республиканского центра медицины катастрофы и скорой медицинской помощи. Современная система позволяет автоматизировать прием звонков. На этапе общения диспетчер видит всю имеющуюся информацию о пациенте. Обращался ли он ранее и с какими болячками? На основании этих данных и формируется специализированная бригада, которая нужна будь то кардиологическая или реанимационная. А затем диспетчер передает вызов на планшет нужным специалистам. Все отработано четко и быстро. Медицинский работник спешит на помощь. Большая ответственность лежит на сотрудниках бригады, ведь чаще всего они не знают, с чем столкнуться, и нужно правильно оказать помощь и принять ответственное решение. Важно здесь, конечно, и время вызова, и выезда скорой помощи, и сколько времени требуется. Все данные автоматически фиксируются и сохраняются в базе. Во сколько приняли звонок, во сколько его обработали, во сколько отправили. Эти данные, это как константа, она не меняется. У фельдшера Людмилы Васильевой только одна запись в трудовой книжке. И 40 лет она работает в скорой медицинской помощи. Случайных людей вообще в скорой помощи нет. Сосредоточиться, реагировать адекватно на чужую боль, не расслабляться при этом. Мы не бесчувственные все, находящиеся здесь, но мы прежде всего должны помочь. Анзор Охтов руководит этим учреждением 7 лет и с особой гордостью говорит про свой коллектив. Очень хороший коллектив. Он у нас и трудолюбивый, он и порядочный. У нас очень хорошая молодежь, которая приходит сюда как на праздник. Они постоянно вместе, они постоянно обсуждают какие-то вопросы. Мы все время стараемся все это делать сообща. Но это большая семья. Сложным экзаменом для всех нас, а в первую очередь для врачей, стала пандемия. Самоотверженно спасали жизни других, рискуя своей, сотрудники службы скорой медицинской помощи республики. Ведь они всегда на передовой. Здесь у нас располагается грязная зона. По возвращению бригад с вызовов к пациентам с ковид, бригада возвращается сюда. Здесь проходит полную дезинфекцию. И фельдшер, и водитель скорой помощи, и врач, если это врачебная бригада. В последующем через проход они проходят в чистую зону, и оттуда выходят уже, возвращаются на базу станции скорой помощи. Да, с той стороны выходят и возвращаются на базу. В дальнюю командировку собирается сейчас эта реанимационная бригада. Но сначала они направятся в детскую многопрофильную больницу в Черкесске, чтобы забрать маленького пациента, которому всего 4 месяца. А затем их задача – доставить его с мамой в Алмазовский центр Санкт-Петербурга. До конца, пока не сдадим ребенка, все равно, если честно, волнение есть. Тяжело на дальние рейсы, очень тяжело ехать. Какой бы ребенок не был стабильный. Что самое главное в вашей профессии, качество? Выносливость. Просто выносливость. А успех работы, а точнее спасенные жизни – это профессионализм и сплоченность всей команды реанимационной бригады. Она зависит не от меня одного, она зависит от меня всего лишь на 20%. От ЭИДа зависит на 30%, 50% – это наши два водителя. Потому что качество вождения и скорость, и именно стиль вождения – от этого очень многое зависит. И вчера, и сегодня, и завтра, и прямо сейчас врачи скорой помощи по всей планете спасают жизни людей. И день работников скорой медицинской помощи для них не исключение. Крепкого здоровья, крепкого здоровья, не только сотрудникам скорой медицинской помощи, всем жителям нашей республики пожелать как можно меньше вызовов, как можно меньше больных, а нашим сотрудникам терпения в их нелегком труде. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.